Друзья, всем привет! На связи ITDO. Столкнулись с проблемой, когда на iPhone не запускается приложение? Постоянно вылетают или заметили сбои в работе приложения на своем iPhone? Смотрите это видео и вы узнаете, что делать, если на iPhone не запускается приложение. Хотите быть в курсе всего происходящего в мире Apple? Тогда обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Да, друзья, заходите в наш телеграм-канал, ссылку сможете найти в описании под видео. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с техникой Apple. Итак, что делать, если на iPhone не запускаются приложения? Прежде чем приступить до более серьезных действий, перезагружаем iPhone. Выключаем, ждем минуту, а затем снова включаем. Быстрая перезагрузка может решить проблемы с незапуском приложений и устраняет сбои с операционной системой iOS. Да, еще, друзья, давайте договоримся, что после каждого шага вы проверяете, запускается ли приложение на iPhone или нет. Если же получилось, сразу же пишем в комментариях, что именно вам помогло. Переподключаем iPhone к интернету, так как для работы некоторых приложений требуется подключение к сети. Для этого можно на некоторое время выключить активное сетевое подключение по Wi-Fi или по сотовой сети. Ну или включить авиарежим на 10-15 секунд, а затем отключить его. Также обращаем внимание на VPN-соединение. Оно может блокировать часть данных для определенных приложений, поэтому временно отключаем VPN-соединение. Если вы пытаетесь использовать приложение в мобильной сети, убеждаемся, что у приложения есть разрешение на использование мобильных данных. Для этого переходим в настройки, сотовая связь и проверяем, что переключатель рядом с проблемным приложением установлен в активном положении. Следующий шаг – выгружаем проблемные приложения из панели многозадачности. Для этого открываем панель запущенных приложений, находим проблемное приложение и свайпом вверх закрываем его. Некоторые приложения иногда не запускаются из-за зависания фоновых процессов. Принудительная выгрузка поможет решить такую проблему. Если вы используете экранное время, возможно, что установлено ограничение по времени для приложения, которое не открывается. Поэтому переходим в настройки, экранное время, смотрим в разделе «Лимиты приложений». Нет ли здесь проблемного приложения или полностью отключаем экранное время. Отключаем режим энергосбережения на iPhone по пути настройки «Аккумулятор». Это полезная фишка iOS, но она может приостановить работу определенных приложений на вашем iPhone. Проверяем работоспособность сервисов Apple. Для этого переходим по ссылке, которая будет в описании, и смотрим, работают ли нужные нам службы. Например, Game Center, iCloud или App Store. Конечно же, это все зависит от специфики приложения. Сервисы должны посвечиваться зеленым. И если же посвечиваться красным, нужно подождать проблема на стороне Apple. Хотя такое может быть очень редко. В следующий шаг заходим в настройки, ищем проблемное приложение и проверяем, включены ли все разрешения. Иногда приложение может не запускаться, если ему не хватает каких-то системных разрешений. Возможно, необходимо иметь доступ к фото, подключиться к камере или микрофону, воспользоваться модулем Face ID и так дальше. Смотрим, есть ли на iPhone достаточно свободного места. Для этого переходим по пути настройки «Основные хранилища iPhone». Для нормальной работы приложения на iPhone необходимо иметь пару гигабайт свободного места. Если у вас не выполняется это условие, тогда сделайте, как на этом видео. Ссылку можете найти в описании. Отключаем все аксессуары, подключенные к iPhone. Будь то наушники, геймпады, пульты для камер, клавиатуры, манипуляторы, накопители и так дальше. Отключите их на время и посмотрите, запускаются ли приложения на вашем iPhone. Проверяем наличие обновлений для приложений и для операционной системы iOS. Для этого переходим в App Store. Жмем на аватарку своей учетной записи и смотрим список приложений, которые необходимо обновить. Если для проблемного приложения есть апдейт, устанавливаем его. Приложение может перестать запускаться из-за старой версии и некорректной работы с актуальной iOS. Для этого заходим в настройки, основные, обновления ПО. Из-за устаревшей iOS на iPhone могут не запускаться приложения. Переустанавливаем приложение на iPhone. Для этого удаляем проблемное приложение и заново устанавливаем его с App Store. Главное с помощью поиска в App Store проверить доступность приложения перед удалением. И при его наличии можете смело удалять для повторной загрузки. Почему это нужно сделать? Да потому что если приложение удалено с App Store, установить его повторно уже не получится. Делаем жесткую перезагрузку iPhone. На iPhone 6s или более ранней модели нажмите и удерживайте кнопку домой и кнопку блокировки. Пока не появится логотип Apple. Для пользователей iPhone 7 и 7 Plus нажмите и удерживайте кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости. Для iPhone 8 и новее нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Затем нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку. Держите пока не появится логотип Apple. Делаем сброс параметров системы на iPhone. Для этого переходим по пути настройки, основные, перенос или сброс iPhone, сбросить. И выбираем пункт сбросить все настройки. После процедуры сброса работоспособность приложений может восстановиться. Но недостатком является то, что все ваши персональные данные и настроенные параметры приложений также будут удалены в процессе. Если описанные выше способы не помогли, проблема может быть связана с повреждением файлов операционной системы iOS на iPhone. Чтобы исправить это, делаем резервную копию iPhone на компьютер и затем восстанавливаем iPhone, используя эту же резервную копию. Более детально как это сделать, смотрите вот здесь или ищите ссылку в описании. Идея этого метода заключается в том, чтобы стереть поврежденные файлы с iPhone, переустановить последнюю версию iOS и восстановить данные с помощью резервной копии. После всех этих манипуляций проблема, при которой не запускается приложение на iPhone, будет решена. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Есть вопросы, пишите в комментариях или заходите в наш телеграм-канал. Поможем решить любые проблемы с вашим iPhone. Ну что ж, друзья, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!